блендер 283 и давайте в блендер раскрасим карандаш как substance paint типа так отключим камеру отключим источник света куб долой теперь что делаем н сейчас я вам включу screencast и чтобы вы видели что я нажимаю так в баку появилась нажимаемая именно клавиша ну и давайте подгрузим импорт общ карандаш первая часть это ствол импорт общ вторая часть это графит импорт третья часть это держатель для стерки он немножко весит побольше сейчас на будет уменьшить его полигонаж и импорт третья часть это уже стерка 4 то бишь так выбираем вот эту часть зайдем в модификаторы децимейт найдем уменьшим его полигонаж применим апли теперь выбираем так все это дело конечно можно объединить ну делаем вот так через shift выбираем все вот эти части и заходим в uv editor находим новое ставим 512 enter на 512 ok теперь нажимаем uv smart uv project здесь можно добавить троечку расстояние между развернутыми вот этими частями чтобы были так нажимаем а вот такая развертка в layout заходим и попробуем вот таким образом я так не пробовал конечно вот все выделено и нажмем текстура paint так выделяется только нижняя часть если начнем переключаться не получится значит будем красить каждую часть сначала ствол выберем нажмем текстура paint зайдем вот в эту втулой но у текстур добавим base color окей следом зайдем в текстуры и подгрузим какую-нибудь текстуру так open на рабочем столе найдем ржавчину и теперь вот сюда вот зайдем в тулы найдем текстуру вот она тут появилась так смотрим переключим ее на stencil появилась она в боку правой кнопкой мыши вот так вот можно подкрутить эти пока саптулы можно отключить и можно все это дело покрасить интенсивность можно ставить меньше допустим ctrl z если интенсивность поставим где-то до 500 до половины то все будет более нежнее так колесиком все это дело перекручиваем опять же все подкрашиваем перекручиваем вверх тоже можно подкрасить в принципе не обязательно но пусть будет и так все вот эта штука уже есть как она уменьшается shift правая кнопка мыши она делается меньше правая кнопка мыши и уводит в бок не мешалось так что еще заходим шейтинги смотрим что тут вот так как object mode выбираем новая ok ctrl z выберем вот эту вот раскраску и сохраним вот эту развертку image так save as desktop рабочий стол сохранить следом заходим в layout включаем допустим следующую вот эту деталь и идем опять в текстуру paint жмем base color ok теперь вот эту текстуру можно удалить и прибавить новую текстурку какую-нибудь или просто выбрать цвет вот такой приближенный к красному и раскрасить понежнее давайте просто вот эту часть раскрасим так вот таким вот образом можно поставить интенсивность на полную и она будет поядреней вот такая штука вот такая штука теперь выберем черный цвет так на белый переключимся и вниз ползунок и подкрасим кончик вот этот графит можно его чуть-чуть серым делать но пусть будет черным так все это тоже есть находим шейтинги опять же переключаемся смотрим что тут да как object mode выбираем смотрим вот эту текстурку тоже сохраняем image сохранить как на рабочий стол плюсом ну опять лаяут только теперь включим так если мы включаем вот эти цвета и вот этот все применено все нормально и теперь выбираем вот этот вот эту часть и заходим текстуры map находим текстуры новую подгружаем open и что-нибудь золотое надо так что-нибудь с золотом связано вот это опять же заходим опять же заходим в тулы находим текстуры и ставим stencil цвет ставим белый так так эту текстуру почему то не просветлилась open повторяем золото открываем в тулах смотрим что тут все подсоединилось stencil есть правой кнопкой мыши и все это дело закрашиваем так почему не красит object object mode выбираем ее заходим в текстуры map что случилось новую текстуру ставим base color забыл я пардонте вот теперь будет она красить немножко еще decimate мастера apple смотрим что да как так так еще раз decimate неужели у нее полигонаж такой большой так вот теперь нормально так 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 как угодно и ну вот уже прикольно так следующая у нас деталь так опять же идем в шейдинги заходим в обжиг мод выбираем эту и находим следующую вот эту вот развертку можно тоже сохранить так image save as плюсом заходим в layout и находим теперь четвертую деталь это будет стерка вот ее теперь выбираем и заходим в текстуру paint эту текстуру можно теперь удалить опять же и подгружаем новую текстурку open стерку так где она тут находится вот она правой кнопкой мыши перетаскиваем смотрим что тут опять base color не включил и вот так вот закрашиваем теперь эту часть вроде закрасилась так заходим в шейдинге опять же и подгружаем ей вот эту текстуру так это вот вот она появилась ее тоже можно сохранить image save as на всякий случай так теперь layout получился вот такой вот карандаш ну а теперь можно в шейдингах допустим выбрать этот ствол и сделать его металлом жмем металл на эту часть делаем поменьше также вот эту тоже чтоб блестела где-то так вот этот спекуляр можно выключить вообще так а вот эту вот нужно сделать матовой так это вот блеск вот такой где-то да вот теперь нормально так вот этой частью тоже можно немножко поработать делать его немножко блестючим вот так и немножко можно металла добавить так теперь заходим в layout вот тут рендер включаем теперь источник света на него переключаемся выбираем освещенность ну допустим солнце и ставим где-то 3000 вот так вот G G R 7 на нампаде G R вот так вот освещаем немножко уменьшаем его G свет свет пока отключим английская A карандаш немножко поднимем кверху единица на нампаде и можно транспозом это все дело перекрутить и опустить как то вот так вот теперь включаем источник света все прикольно shift A добавляем mesh добавляем план делаем S ну и добавим какой-нибудь материал на материал выберем какой-нибудь не красный это слишком вот зеленоватый какой-нибудь поставим вот так вот есть источник света выбираем жмем R жмем G как-нибудь вот так вот тоже R и получился вот такой вот карандаш вот такой свет лучший источник будет вот такой свет лучший источник будет все всем пока до свидания вот такая вот раскраска была и Продолжение следует...